В эфире новости РТВ Подмосковье в Железнодорожном. В Центральной библиотеке города Железнодорожного специалисты Главного управления социальных коммуникаций Московской области провели рабочую встречу с представителями общественных организаций. Открыло мероприятие заместитель главы городского округа Железнодорожной по социальным вопросам Лилия Татавасян. Собрались мы по поводу участия в ежегодной премии губернатора. Сегодня у нас присутствуют представители правительства Московской области, которые готовы дать какие-то разъяснения, ответить на ваши вопросы, касающиеся подачи заявок, ну и вообще как бы процедуры прохождения этой премии. И я думаю, что эта встреча будет для нас достаточно продуктивна и полезна. Лилия Николаевна сообщила, что в городе проводится работа по привлечению и помощи кандидатам на соискание премии «Наши Подмосковье». В частности, положения о премии размещены во всех средствах массовой информации города. Правовое управление администрации Железнодорожного проводит консультации, оказывается всесторонняя помощь и поддержка как общественным организациям, так и инициативным горожанам. По словам Лилиты Тывасян, уже составлен перечень проектов, на сегодняшний день 37 человек проходят консультации в различных городских структурах по оформлению и подаче заявок, готовят свои проекты. Консультант Главного управления социальных коммуникаций Яна Писаревская заверила собравшихся, что условия подачи электронной заявки уже претерпели изменения. Она подробно рассказала об этих изменениях, а также ответила на вопросы участников встречи. В эфире новости РТВ Подмосковье в Железнодорожном.